Самый главный месседж того, что Украина должна отстраиваться не после войны, а именно сейчас. На эту тему более подробно будем говорить с нашим гостем. Это советник президента Украины по экономическим вопросам Олегу Стенко. Олег, рады вас приветствовать. Здравствуйте. 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 Ну что ж, давайте будем подводить, можно сказать, итоги первого дня конференции в Луган. Скажите, вот президент Зеленский акцентировал внимание на том, что нужно отстраивать страну уже сейчас. Не ждать окончания войны. Но тут же мы прекрасно понимаем, что, например, инфраструктуру отстраивать под постоянными ракетными обстрелами нет физической возможности. О чем именно говорил президент Зеленский и что можно восстанавливать, начинать уже прямо сейчас, прямо с сегодняшнего дня? Ну, то, о чем говорит президент Зеленский о необходимости восстановления Украины, это даже не просто украинской экономики, а Украины. Он говорит сразу о движении по нескольким трекам. Первый трек – это все, что касается разрушенного жилья, что является просто первоочередной задачей. Часть социальной инфраструктуры, больницы, школы, те территории, где не проводятся уже боевые действия, где людям реально негде жить, потому что тысячи домов, больших домов было разрушено. Людям надо дать немедленно крышу над головой. И вот почему президент как раз говорит об этом направлении, которое вот просто сейчас необходимо немедленно развивать. Также президент говорит и по поводу других проектов, которые можно было бы начать реализовывать тоже прямо сейчас. Речь идет о крупных промышленных проектах, о крупных энергетических проектах, которые можно развивать по всей стране, которые требуют серьезных инвестиций и которые в принципе можно сейчас концентрировать как минимум на тех территориях, на которых не проходят боевые действия, где ситуация относительно спокойная, насколько это возможно спокойная в нашем случае. Вот об этом говорит президент. Но также президент говорит о задачах стратегического характера. О задачах стратегического характера имеется в виду уже реально глобальная, если хотите, не просто перестройка украинской экономики, не только перестройка Украины как таковой, а вот движение такое стратегическое, которое было выбрано в Европейский Союз. О чем идет речь? Речь идет о том, что необходимы глобальные реформы, например, реформа системы государственного управления, которая обсуждается сейчас в Луганах. Речь идет о серьезной реформе, связанной с энергетическим сектором страны, увеличение внутренней безопасности, если хотите, за счет активизации работы, например, по газодобыче внутренней, постройки новых логистических коридоров, что тоже необходимо, потому что очевидно, что сейчас у Украины абсолютно четко определена европейская интеграция и всякие экономические связи, которые у нас были с нашими соседями, которые вот так вот ведут агрессивную войну против нас, они прерваны и вряд ли будут восстановлены как минимум в ближайшие десятилетия. А это означает, что нам нужны новые логистические коридоры на Европу. Речь идет о том, о таком вот философском вопросе, хотим или не хотим мы просто восстанавливать нашу промышленность на том старом технико-технологическом уровне, на котором она находилась раньше, или все-таки нам надо думать о том, что вот как это не странно звучит, но разрушенные предприятия, которые сейчас не используются, стоит ли их восстановить прямо вот в таком формате, в котором они были, или стоит их восстанавливать на новом технико-технологическом укладе, что дает возможность стране более активно развиваться в будущем. Нет смысла тянуть за собой старые технологии, когда мир уже пошел далеко вперед, мы можем стать частью вот этих новых, новой техники, новой технологии, то, что называется новым технологическим укладом. И здесь тоже есть серьезные возможности для Украины. То есть президент артикулирует сразу, вот если хотите, три таких направления. Он артикулирует во временном пространстве, он артикулирует направление краткосрочных целей, которые надо решать прямо сейчас. Вот пример, это жилье, которое немедленно необходимо построить для наших людей, для наших граждан, которые не имеют сейчас крыши над головой. Кстати сказать, здесь он тоже говорит о необходимости того, что строительство должно быть опять-таки на новой базе. На новой базе в том плане, что они должны быть теплоизоляционные, они должны быть более экономичные с точки зрения энергетики, они должны быть более безопасные с точки зрения того, что должны быть предусмотрены строительства бомбоубежищ в каждом из этих новом доме. Президент артикулирует задачи среднесрочного характера. Среднесрочного характера это то, что необходимо делать от теперешнего момента до конца войны, не откладывая в долгий ящик. И здесь идет речь прежде всего о логистических коридорах. Как пример, президент артикулирует четко идеи, связанные с долгосрочным движением, с долгосрочными перспективами, долгосрочным движением Украины на пути ее интеграции в Европейский Союз. И здесь это реформа государственного управления, реформа судебной системы и другие реформы, то, что называется институционального характера, который дает возможность качественно изменить бизнес-климат в стране, а соответственно дать новые возможности для развития частного бизнеса, того частного бизнеса, который у нас есть у самих в стране, и того, который придет в страну вот в этот период как раз отстраивания Украины. То есть если подвести итог тому, о чем говорит президент, то задача фактически цивилизованного мира состоит в том, чтобы сделать, если хотите, из Украины, ну такую абсолютно привлекательную конфетку, которая будет показывать всему миру, что выбор цивилизационных ценностей, выбор демократии, выбор свободы всегда сопряжен с трудностями, но в конце концов эти трудности можно преодолеть, и они будут преодолены. И из-за этого в том числе и экономическая жизнь страны становится просто на порядке лучше по сравнению с той, которая она была, вот скажем, в тот довоенный и уже можно сказать довоенный постсоветский период, который переживала Украина до 24 февраля текущего года. И здесь как раз-таки конференция-то в Луган, она и показала реакцию всего мира, насколько готов мир сейчас поддерживать. Еще по поводу технологий и шагов, которые Украина будет предпринимать, офис президента Украины разработал Fast Recovery, план именно оперативного восстановления социальной инфраструктуры Украины. Правительство представило его накануне на конференции в Луган, сообщает заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко. Общий бюджет Fast Recovery более 17 миллиардов долларов. И уже сейчас на деоккупированных территориях необходимо восстановить около 40 тысяч объектов. Среди них 400 школ, 300 детских садов, 300 больниц, а также коммунальные объекты и жилые дома. Восстанавливать много всего нужно, но вот, Олег, как правильно сейчас расставляет государство приоритеты, что должно быть изначально восстановлено и где? Ну, абсолютно очевидный приоритет государства сейчас состоит в том, что восстановление должно идти прежде всего по... Если говорить по поводу регионов, то те регионы, где не идут сейчас боевые действия, которые освобожденные регионы сейчас, где... И второе, это где было просто колоссальное разрушение, где людям негде жить, поэтому, очевидно, дома должны быть немедленно восстановлены. Часть из этих домов подлежат реконструкции, часть из этих домов просто подлежат сносу и немедленному строительству новых домов. И времени для этого не так много. Вот почему Офис Президента и Президент настаивают на том, что эти программы должны начать работать просто моментально, сразу. И здесь не должно быть никаких дискуссий, тем более речь идет о не о каких-то там глобальных суммах. Если вы посмотрите, 17 миллиардов долларов, вот эта калькуляция, приблизительная калькуляция по этому направлению немедленного восстановления больниц, домов и другой социальной инфраструктуры в сравнении с общей ценой плана восстановления, которая, опять-таки, по мнению Кабинета Министра составляет порядка 750 миллиардов долларов, то это, в общем, как бы и не сравнимые суммы. 17 миллиардов из 750 миллиардов – это не такая значительная сумма, но это то, что должно быть найдено и выделено немедленно. И, насколько я понимаю, наши союзники и партнеры, и те, кто представлен был на конференции в Луган, они подтверждают и необходимость осуществления вот этого Fast Recovery Plan. И, с одной стороны, и с другой стороны, они подтверждают, что бюджет может быть достаточно быстро найден и зарезервирован как раз под эти потребности. Прогрельно, к слову сказать, вот еще другая дискуссия важная, которая ведется, это то, каким образом осуществлять надзор за использованием этих средств. Это совершенно логично и правильно для того, чтобы отбросить любые разговоры по поводу того, что часть из этих средств может неэффективно быть использована или будет подвержена какому-нибудь коррупционному влиянию. И здесь такой вот запорукой того, что как раз это будет не просто минимизировано, а фактически коррупция будет абсолютно отсутствовать по данному направлению, это и участие европейцев, о чем они, кстати сказать, заявили, участие их в наблюдательных советах как раз относительно использования средств в контролирующих, если хотите, органах по этому направлению. Ну и параллельно, конечно, участие нашего украинского гражданского общества, которое более чем цивилизовано, более чем, я бы даже использовал такое слово, как жесткое сейчас. Война изменила все, война изменила в том числе и необходимость, и желание граждан страны контролировать каждую гривну, которая тратится в государственном бюджете. Это логично и правильно. И по большому счету говоря, когда мы с вами говорим о том, что мы становимся и находимся на рельсах присоединения к Европейскому Союзу, после того, когда мы получили статус страны-кандидата в Европейский Союз, это логично и правильно. И это инициативы, которые должны поощряться. И коррупция, как и явление, которое присутствует во всем мире, оно находится под таким жестким, если хотите, контролем со стороны и гражданского общества. И нет ничего плохого в том, чтобы этот вопрос поднимался, насколько это возможно в Украине, для того, чтобы минимизировать вот эти негативные влияния коррупции на все сферы экономической жизни. Правильно? Совершенно правильно. И эта дискуссия только помогает как раз в отстраивании и доверия к Украине со стороны наших союзников, уже со стороны и Европейского Союза, членами которого мы в скором будущем будем. И просто должно укрепить веру наших граждан в то, что роль гражданского общества, роль отдельно взятого гражданина более чем важна в цивилизованном, нормально развитом государстве. Поэтому это правильная дискуссия. И здесь дискуссия помогает также показать другим государствам, показать мировому сообществу, что на самом деле происходит в Украине, и еще усилить этот диалог, вынести эту проблему на мировой уровень. И вот что интересно, что на конференции в Луган, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил карту с перечнем стран, которые будут помогать восстанавливать регионы Украины, пострадавшие в результате российской агрессии. Вы упоминали, об этом говорили. И вот в частности, Черниговскую область поможет отстроить Германию. Николаевскую, Бельгия, Харьковскую, Соединенные Штаты Америки и Турция, Луганскую, Чехия, Финляндия и Швеция. За Донецкую берутся Польша и Италия. Еще говоря о поддержке, да и в целом хотелось бы немножко поговорить о тех, не знаю, цифрах, фактах, которые есть сейчас, имеем сейчас, по поводу того, как Украина сейчас пострадала. Вот прямые убытки инфраструктуры Украины от агрессии России превысили 100 миллиардов долларов, отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Давайте его услышим. Услышим комментарии Шмыгаля далее. А пока просто вот сама цифра. 100 миллиардов долларов. Цифры подсчитаны, сложно их, в принципе, подсчитать. Давайте услышим Шмыгаля и потом попрошу вас прокомментировать. Уже сейчас мы формируем электронную карту Украины, где фиксируем все убытки, причиненные войной. Эта карта постоянно обновляется, убытки фиксируются и верифицируются сразу с нескольких сторон. Благодаря развитым цифровым инструментам правительства и веб-приложению ДИА каждый гражданин Украины может предоставить информацию о своем разрушенном жилье. Около 250 тысяч заявлений уже в базах. Как думаете, насколько сейчас реально вообще понять те убытки, те разрушения, которые совершила Российская Федерация на территории Украины? И как вам, тоже вот присоединю вопрос, как вам идея с тем, что отдельно страны, отдельно либо одна страна, либо несколько берутся за восстановление конкретной области? Ну, я сказал бы, что вот эта идея связана с таким вот шедством над украинскими регионами со стороны отдельных стран более чем логично и понятно. И инициатива шла от президента Зеленского фактически в первые дни войны, когда он обращался к международному сообществу, обращался к гражданам отдельных стран, к парламентам отдельных стран. Он говорил об этом, он говорил о необходимости как раз подобного рода шества. И шество это же не просто финансовая помощь. В данном случае это более такая серьезная кооперация между отдельно взятым нашим украинским регионом и регионом той страны, которая вот хотела бы помочь и в его восстановлении, с одной стороны. С другой стороны, это развитие, это и связано, например, с возможностями по развитию местного самоуправления, перенимание опыта, что опять-таки более чем актуально с точки зрения нашего присоединения к европейскому, нашего вступления в Европейский союз. Это более чем актуальная идея с точки зрения того, каким образом можно на местном уровне создать более лояльную бизнес-среду, для того, чтобы более активно конкурировать уже в рамках одной страны, в рамках Украины за инвестора. Каким образом можно использовать ноу-хау, который уже используется в регионах тех стран, которые берут шество над нашими украинскими регионами с точки зрения, скажем, развития социальной инфраструктуры, вообще услуг, которые оказываются гражданам, живущих там. Так что это абсолютно ожидаемая и такая уже достаточно давно артикулируемая президентом страны Зеленским идея. Что касается убытков, то да, убытки колоссальные. Тоже правда, что сумма убытков наших продолжает увеличиваться. Когда говорят по поводу убытков, которые мы потерпели во время вот этой агрессии со стороны России, они увеличиваются, продолжают увеличиваться каждый день, потому что агрессия продолжается до тех пор, пока война не будет полностью остановлена. Мы не сможем четко зафиксировать эту сумму. Но тоже правда, что сейчас в кабинете министров работает группа, которая как раз занимается фиксацией, расчетом этих убытков на тех территориях, которые абсолютно полностью контролируемы нами. Это можно провести подобного рода оценку, инвентаризацию. Что касается тех территорий, которые не находятся под нашим контролем, временно не находятся под нашим контролем, это, конечно, сложнее сделать, и там можно использовать только оценочные показатели. Но сейчас мы говорим о том, что общая сумма убытка для Украины составляет на теперешний момент времени порядка 650 миллиардов долларов. 650 миллиардов долларов – это прямые убытки, которые нанесены украинской экономике вследствие агрессии со стороны России. Если добавить туда непрямые, косвенные убытки, то эта величина будет увеличена до цифры порядка одного триллиона долларов. Это колоссальная величина, потому что один триллион долларов – это фактически пять наших валовых внутренних продуктов. Даже если мы ориентируемся с вами на тот максимальный ВВП, который был получен в стране в прошлом году. Я просто напомню вашим зрителям, что в прошлом году это было 200 миллиардов долларов в максимальный валовый внутренний продукт, который был заработан Украиной вообще за новейшую экономическую историю со времен нашей независимости. Поэтому тоже абсолютно очевидно, что без помощи партнеров и союзников в данном случае обойтись будет крайне сложно. Хотя опять-таки то, что обсуждается активно сейчас, в том числе и в Луган, это источники наполнения Фонда Возрождения Украины. Предполагается, что 350 миллиардов долларов тех золотовалютных резервов Центробанка Российской Федерации, которые сейчас находятся под арестом, будут переданы Украине. Именно в этот фонд восстановления Украины первые шаги уже сделаны. Необходима в данном случае адаптация национальных законодательств тех стран, в которых находятся золотовалютные резервы России, а это, как правило, страны Большой Семерки. Канада сделала первые шаги, уже можно передавать эти деньги. Будет в Фонд Возрождения Украины, тоже сделала Ирландия. И есть ожидание, что в скором времени, в скором времени это означает в течение, скажем, ближайших месяцев-двух аналогичные действия будут и по всем остальным странам Большой Семерки. Есть 150 миллиардов долларов денег российской номенклатуры. Часть из них уже арестована, часть находится в расследовании, на них будет наложен арест. Но все это вместе поднимает цифру до 500 миллиардов долларов. И вот дополнительная помощь со стороны союзников, конечно, более чем необходима в данном случае. Олег Леонидович, это очень хорошие месседжи. Мы будем очень надеяться на то, что все-таки и те месседжи от Великобритании, в случае, если удастся те замороженные активы Российской Федерации передать на восстановление Украины, это будет очень хорошо и очень показательно. Потому что если Россия разрушила, за ее счет и нужно отстраивать то, что она же и разрушила. Вам отдельное спасибо, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Сил вам и удачи в вашей работе. Я напомню Олегу Стенко, советник президента Украины по экономическим вопросам, был напрямую в связи с нашей студией.